Вот же повезло тем людям, которые круглый год имеют доступ к свежей дикой морской рыбе, подумала я. Ведь у них идеальный кислотный состав, и мужчины – настоящие богатыри. Но не тут-то было. Вот что мне удалось выяснить про эскимосов. Эскимосы страшно загрязнены. Это загрязнение стало проблемой только в 70-х. После Второй мировой войны множество химикатов, которые мы разработали, пестициды, стойкие органические загрязнители, метилртуть – самые разные загрязнители окружающей среды попали в нашу атмосферу. И они распространились по всему миру – через воздух, через океаны. Из-за того, что диета людей в этой части мира еще в какой-то степени традиционная, они едят много национальной пищи, как мясо полярных медведей, моржей и тюленей, и рыбы, и так далее. Это одни из самых загрязненных людей на планете. Грудное молоко и ткани организма эскимосов-иннуитов настолько полны этих загрязнителей, что их можно считать опасными токсичными отходами. И эскимосская женщина, кормящая своих детей, дает грудное молоко, которое содержит в 5-10 раз больше органических пестицидов и других загрязнителей, чем у женщин из южной части Канады. Эскимосы едят полярных медведей, моржей жирных рыб круглый год, и теперь это самые больные люди на планете. В Советском Союзе очень беспокоились о здоровье детей, старались создать идеальный баланс кислот жизни и смерти омега-3 и омега-6 в организмах молодого поколения. Поэтому каждый советский ребенок в детском саду или школе каждое утро получал ложку рыбьего жира. Мамы почивали рыбьим жиром малышей по рекомендации врачей и велению правительства, беспокоящегося о здоровье подрастающего поколения рабочих и крестьян. Педиатры прописывали рыбий жир почти всем детям для профилактики болезней. Рацион жителей Советского Союза зачастую был достаточно скудным, не хватало витаминов и других важных для организма элементов. И рыбий жир помогал детям поддерживать здоровье. Все это продолжалось до тех пор, пока в рыбьем жире не обнаружили опасные дозы примесей и тяжелых металлов. Поэтому в 1970 году вышел правительственный указ о запрете приема рыбьего жира. Был у нас потрясающий источник омеги-3, моря и океаны. Сама природа щедро дала нам этот ресурс для восстановления идеального баланса кислот. Но загадили, испортили. Кто загадил мировой океан? Люди. Ну так наслаждайтесь теперь импотенцией, простатитом и атеросклерозом, говорит нам планета. В современном рыбьем жире, к сожалению, достаточно большое количество содержания тяжелых металлов. Именно поэтому перестали давать нативный рыбий жир в детских садах детям. И современная промышленность фармацевтическая преодолевает эти препятствия. И я расскажу как. В настоящее время мы отказались от этой практики. И рыбий жир может нести в себе угрозу. Особенно если он добывается из рыбы, выловленной в экологически неблагополучных регионах. И если это рыба с длительным жизненным циклом. Чем дольше живет рыба, чем больше она растет, чем больше ее вес, тем, к сожалению, больше в ней накапливается тяжелых металлов, которые будут и в ее мясе, и в ее жире. Который мы принимаем, когда принимаем ее в пищу. Что делать? А что делать? А делать вот что. Нужно искать альтернативные пути. И увеличивать поступление алиментарное омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, дополнительно принимая продукты, препараты, содержащие именно эти жирные кислоты в высокой концентрации и с хорошей степенью очистки от примесей, прежде всего, тяжелых металлов. Друзья, я не буду утомлять вас слишком долгим рассказом про рыб, хотя про рыб я тоже все изучила. Кратко скажу, что рыбы – это тоже живой организм. И в их организмах точно так же есть определенное соотношение омега-3 и омега-6 кислот. Оказалось, что в течение последних 50 лет, то есть полувека, количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в лососе уменьшилось на 10%. То есть сейчас в лососе, в рыбе, атлантическом лососе, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в его жире на 10% меньше, чем было раньше. То есть сейчас эта цифра составляет где-то 10-12%. То есть всего в рыбьем жире лосося содержится около 10-12% в лучшем случае омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Вот это я говорю о дикой рыбе. А рыбе выращенной в искусственных условиях я не говорю, потому что в ней количество омега-3 жирных кислот еще меньше. Рыб точно так же, как и свиней, выращивают на фермах. Эти фермы очень сильно отличаются и по условиям содержания, и по кормам. В итоге с рыбьим жиром ситуация получается точно такая же, как и с салом. И большая часть рыбьего жира, которая продается в аптеках или в интернете, опасна по трем причинам. Первое. Повышенное содержание омега-6 кислот смерти и пониженное содержание омега-3 кислот жизни. Если человек употребляет такой рыбий жир, то состояние его здоровья только ухудшается. Второе. Плохо очищенный рыбий жир содержит опасные примеси, тяжелые металлы. А чего там только нет. Ртуть, мышья, кадмий, дуст. Я снимала об этом видео, если вам интересно. Ссылочка вот здесь, в углу экрана. И третье. Рыбий жир – это жир. А если у человека есть заболевание желудочно-кишечного тракта, гастрит, дуадонит, панкреатит, холецистит, язва желудка, 12-перстной кишки, то такому человеку показана обезжиренная диета. Потому что жир такой человек просто не может усваивать. Но я захожу в обычную аптеку или интернет-магазин и вижу вот это. Тысячи баночек с омегой-3 и рыбьим жиром. На любой вкус и кошелек. Но ни на одной из них ничего не сказано про тяжелые металлы. Оно и понятно. Разве кто-нибудь будет платить за баночку, на которой написано «Внимание! Этот продукт с повышенным содержанием ртути». Или «Осторожно! Этот продукт содержит мышьяк». Да это все равно, что купить себе крысиный яд. Конечно, никто не захочет за это платить. И вот вам первый пример. Женщина, которая вела здоровый образ жизни и принимала омегу-3 для поддержания сердечно-сосудистой системы. Вдруг хватается за сердце, обращается к врачу, и тут происходит первое чудо. Ей попадается врач не тот, который работает по шаблону. Стандартный анализ за обследование таблетки и до свидания следующий. Ей попадается врач, который искренне увлечен своим делом. Про такого говорят врач от Бога. И вот он начинает расспрашивать женщину, какой у нее образ жизни, что пила, что ела. И выясняется, что она длительно принимала омегу-3. И врач назначает ей анализ на тяжелые металлы. И тут происходит второе чудо. Потому что по результатам анализа в организме у женщины зашкаливает уровень ртути. Анализ своей пациентки с фибрилляцией предсердий, с зашкаливающим уровнем ртути и не только. И вот когда с применением хилатной терапии удалось нормализовать уровень ртути в организме, то ушла мерцательная аритмия без всяких антиаритмиков и не вернулась. Ну да, вот ртуть, свинец да никель. Почему мы всегда говорим, что омега должна быть очень качественной? Нельзя экономить на препаратах омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Прием длительный, многократный прием. Там по несколько же раз в день пьют препараты омега-3, если они некачественно сделаны и содержат примеси ртути, свинца, никеля. Вот то, что здесь написано. Если бы этой женщине попался обычный врач, то пошла бы она по всем стандартным кругам медицинского ада. Обследования, анализы, операции, кардиостимуляторы – все как всегда. Но, видимо, ангел-хранитель у нее сильный, потому что врач провел ей очистку от тяжелых металлов и болезнь ушла. Другой пример. Женщина сама врач-кардиолог, поэтому прекрасно понимает важность омеги-3. И вот она регулярно заказывает на сайте iHerb омегу-3 тройной силы торговой марки Solgar. И чем дольше ее принимает, тем хуже ей становится. В конце концов, ей становится настолько плохо, что она обращается за консультацией к другому врачу. Мне дала капсулу очень хорошая, известная компания, производитель, купленная на Herb, разумеется. И говорит, ну, Леонид Олегович, ну, написано же здесь все хорошо на этой капсуле. Ну, написано действительно все хорошо и все правильно. Она говорит, ну, пожалуйста, скажите мне. Верю, она, кстати, кардиолог. А вот, скажите мне, ну, может быть, ну, не может же быть, что вот, дорогая, недешевая, хорошая, из-за рекомендовавшихся фильмов. Вот это омега. Ну, не может она быть плохой. Написано хорошо. Но жизнь научила доверять, но проверять. Особенно то, что касается омеги. Взяли омегу-3 тройной силы и провели лабораторное исследование. И вот, что удалось выяснить. Во-первых, капсула содержит кислоты в свободном виде. Любые кислоты в свободном виде опасны. Это все равно, что взять бутылку уксуса и немножко из нее отпить. Будет ожог слизистой желудка и кишечника. Так вот, капсула делает то же самое. Только в очень-очень маленьких дозах и очень постепенно. Ну и, наконец, самое интересное. Почему эту омегу назвали тройной силой? Она содержит 3 глицериды жирных кислот, этиловые эфиры жирных кислот и кислоты в свободном виде. Все это смешали и получился прекрасный коммерческий ход. Омега тройной силы. Это все равно, что у вас на обед суп, кока-кола и пирожное. И вам взяли и кока-колу вылили в суп. А затем пирожное мелко порезали и тоже бросили в суп. Все это перекипятили, взбили на блендере. Для вкуса немножечко приправки из ртути или мышечка. И вот, суп готов. Вы хотите, чтобы вам подали такой суп? Вот как это звучит на профессиональном языке. Так вот, мы эту капсулу протестировали с Александром Николаевичем. Внутри капсулы содержимое. Содержится маслянистая жидкость, желтого цвета, с выраженным рыбным запахом. Мы сделали попытки излучить жирно-кислотный состав масла. Но встретились с определенными трудностями. Это связано с тем, что указанное масло является химически гетерогенным. То есть, это смесь этиловых эфиров жирных кислот, свободных жирных кислот. Возможно, еще и три глицеридов. Каждый из этих классов соединений требует своей пробоподготовки. Какой вывод можно сделать из этого? Ни мы, ни производитель не можем сделать адекватный количественный анализ препарата. Более того, присутствие большого количества свободных жирных кислот может сделать препарат неустойчивым при хранении. Кроме того, мы до сих пор не видели примеров коммерческих препаратов, содержащих свободные жирные кислоты. Но вот, слава богу, как слава богу, неправильно сказал. Вот, к сожалению, появились и такие препараты, и такие лиходеи. Необходимы омега-3 кислоты в чистом виде, без примесей. И такая омега-3 на сегодняшний день есть. Это самая сложная и самая современная технология, в ходе которой от жира отделяются кислоты. И все воспалительные кислоты вместе с жиром, вместе со всеми примесями и тяжелыми металлами отправляются в отходы. И остаются только омега-3 кислоты в чистом виде на спирту. То есть это омега-3 кислоты на спирту. И они созданы только для того, чтобы дать человеку противовоспалительные кислоты в чистом виде. Когда же речь идет об этиловых эфирах, первичное сырье подвергается первичной обработке, происходит отщепление жирных кислот от глицерина. Вот оно у нас, три глицерид. Отщепили, вот он тоже изображен. Отщепили от него, вот отщепили вот эти раз, два, три, три жирные кислоты. Дальше, что с ними происходит? Забирают те жирные кислоты, которые называются ЭПК и ДГК, и присоединяют их, а присоединяют их к спирту. Вот он, этиловому. С2H5OH. И тогда образуется этиловый эфир. Это этиловый эфир. Дальше добавляется витамин Е и пакуется в капсулу. И тогда в этой капсуле находится этиловый эфир до козы гексоиновой кислоты, либо этиловый эфир и козы пентайновой кислоты. В этой форме этиловый эфир, она и всасывается у нас в кишечнике. То есть это физиологичный процесс. Да, этот процесс более трудоемкий, синтез этиловых эфиров, но эти препараты, как правило, крайне высоко концентрированы. Они, их производство сопровождается максимальной, вот на сегодняшний день, возможной очисткой от тяжелых металлов. И, как правило, этиловые эфиры, препараты, содержащие этиловые эфиры омега-3, ну, в них концентрация, точнее, содержание тяжелых металлов и других примесей минимально до нижних пределов определения. Вот, производство этиловых эфиров более дорогое, более сложное, поэтому этих препаратов, разумеется, значительно меньше. Это, кстати, все лекарственные препараты, не БАДы, а лекарственные препараты, они содержатся в своем составе этиловые эфиры. Лекарственные препараты – это всегда этиловые эфиры, высоко концентрированные, 95% концентрации, достигая 97%. А триглицеридные формы, они содержатся в составе БАДов, но в составе БАД есть и этиловые эфиры. Я с гордостью в сердце могу сказать, что безопасная, эффективная омега-3 теперь есть в моей стране. Обратите внимание, что внутри капсулы содержится спирт, идентичный тому, который вырабатывает желудочно-кишечный тракт человека. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт здорового человека вырабатывает 40 грамм спирта в сутки. Этот спирт необходим для усвоения жиров. Но если у человека есть гастрит, дуаденит, панкреатит, холецистит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и другие желудочно-кишечные заболевания, то усвоение жиров крайне затруднено и даже невозможно. И если человек скушает жирное, у него тяжесть в животе, изжога, отрыжка, расстройство пищеварения, именно поэтому таким людям рекомендуют обезжиренную диету. Так вот, вот эта омега-3 не содержит ни капли жира, поэтому она предназначена, чтобы помочь даже тем людям, у которых есть нарушение желудочно-кишечного тракта. Заказывайте омегу-3 на моем сайте. А если на данный момент у вас нет возможности сдать анализ на омега-3 индекс, я пришлю вам анкету и помогу определить безопасную дозу. Друзья, я проговорю это еще раз медленно, потому что это крайне важно. От этого зависит эффективность усвоения омеги-3. Будет ли прием препарата омега-3 вызывать потенцию или импотенцию у человека? Кислоты, любые кислоты в чистом виде крайне опасны для человека. Если человек выпьет или уксусную кислоту, или икозапентоеновую кислоту, она будет вызывать ожог пищевода, ожог желудка, поэтому этого нельзя делать. Именно поэтому омега-3 кислоты в природе запакованы в жир. Когда человек выпивает жир вместе с кислотой, то желудочно-кишечный тракт здорового человека вырабатывает спирт. И под действием спирта происходит химическая реакция. Отделяется жир отдельно, а кислота из жира забирается и тут же запаковывается в спирт. И кислота в составе спирта попадает в кровь и оказывает все целебные эффекты омега-3. Так происходит только в желудочно-кишечном тракте здорового человека. А у нездорового человека эта реакция не происходит, и весь рыбий жир вместе с омега-3 отправляется напрямую в унитаз. Это в лучшем случае. А в худшем, перед тем, как отправиться в унитаз, она успевает еще и навредить здоровью человека. Именно поэтому в лабораторных условиях повторили ту реакцию, которая происходит в желудочно-кишечном тракте здорового человека. То есть, под действием спирта отделили жир отдельно, а кислоты отдельно и запаковали их в спирт. Затем убрали те кислоты, которые вызывают воспалительную реакцию, потому что они и так в избытке присутствуют в нашем организме. И остались только противовоспалительные целебные кислоты омега-3, запакованные в спирт. То есть, полностью в активной форме, готовые к усвоению даже очень больным человеком. В результате этого процесса, как он называется, мы получаем из рыбьего жира этиловый эфир ЭПК ДГК и отсутствие этиловых эфиров, насыщенных жирных кислот. Они идут в отходы, они никому не нужны. Именно поэтому омега-3 от Norwegian Fish Oil имеет обозначение ЕЕ. ЕЕ – это значит этиловые эфиры. Перед вами сертификат лабораторных исследований. Капсулы именно вот из этой банки. И здесь указано этиловые эфиры. Значит, не содержится ни капли жира, никакого нерыбьего, никакого либо другого. Только этиловые эфиры кислот. Причем, по данным лабораторного исследования, удалены все воспалительные кислоты и остались только этиловые эфиры омега-3 кислот. Я думаю, теперь вы понимаете, почему вот эту омегу-3 я не променяю ни на какую другую. Теперь вы понимаете, почему я несколько лет изучала омегу-3, почему я столько времени потратила на поиск действительно качественного препарата. Потому что такого вы не найдете нигде. Ни в аптеке, ни на Эхербе, ни на различных сайтах. Это настоящее сокровище, которое я так долго искала. Ну, капсула должна очень быстро расщепляться, растворяться, деградировать, да, не деградировать, короче, разлагаться, плохое слово, растворяться в тонком кишечнике, чтобы сразу вышло содержимое. Если это содержимое в виде этиловых эфиров, оно тут же всасывается. Кстати, вот оно всасывается, и в энтероците тут же происходит мощнейшее, да, опять образование триглицеридов, но уже своих. А уже печень вот из этих триглицеридов, этиловых эфиров, вот из всего из всего начинает строить вот то великолепие, от чего она у нас и существует. Она делает триглицериды, характерные для нас. Она делает исключительно характерные для нас фосфолипиды. И то еще будут строиться клеточные мембраны. И все это дальше распределяется с лип-притридами различной плотности, отправляется большое путешествие по организму. Есть множество исследований, посвященных омега-3, однако самая знаменитая из них – превензионе. В авторитетном медицинском журнале «Ланцет» от 30 октября 1999 года опубликована статья о безоговорочной эффективности омега-3 только в составе этиловых эфиров. А дальше мне удалось найти публикацию в украинском журнале, который называется «Издание для врача-практика. Национальная фармакотерапия». Эта статья, посвященная исследованию превензионе о безоговорочной эффективности омега-3 только в составе этиловых эфиров. Статья называется «Омега-3 жирные кислоты от физиологического значения к доказательной медицине». Авторы – три научных сотрудника Винницкого национального медицинского университета имени Пирогова. Эта статья опубликована аж в 2008 году в Украине, то есть спустя почти 10 лет после того, как этиловые эфиры с омега-3 прогремели на весь научный мир. Однако это говорит о том, что в Украине есть ученые, есть врачи, которые знают об эффективности омега-3 с этиловыми эфирами. Пусть этих людей очень мало, может быть 0,001%, однако они есть. Я вас нежно и крепко обнимаю. Целую и до новых встреч. Люблю вас. КОНЕЦ